Сусветный фестиваль молодых студентов завершился в Сочи. Форум объединял удельников с большим 180 краям света. Весь минулый день глядачи «Беларусь-4» отримывали виды приветствия от делегаций Гомельской области. По вертанию до дома молодые люди поделились уражениями с нашими корреспондентами. Фестивальный день у минулых и все удельники под уражением. До речи, белорусская делегация была одной из самых массовых, коля 300 человек. За их 20 делегатов – жигары Гомельской области. Это рабочая и студентская молодь, представники громадских объединений, у ликуяких БРСМ, Лига доброохватной прации молодых, Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО и иншие. Предложение ехать на фестиваль мне поступило от Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных. Эта организация состоит уже давно, еще со школьных лет. Активно участвовала в различных соревнованиях, постоянно конкурсах, это республиканские международные акции. Понравилось то, что первая часть – это была более образовательная программа, то есть ты ходил на лекции к различным известным людям, выносил что-то интересное оттуда. Потом вторая часть уже – это какая-то более развлекательная. Количество людей, безумное количество людей, которые просто были везде, люди абсолютно разные. На самом деле было очень круто, потому что ты идешь по улице, тебе навстречу идут немцы, тебе навстречу идут французы, тебе навстречу идут русские, белорусы, африканцы. И, ну, то есть действительно безумный поток именно активной, сознательной мировой молодежи. Кажут, что спробовали поспеть усюды у пагоні за эмоциями, новыми знайомствами и ведами, яны побывали на многих тематышных пляцовках, яких было каля 60. Это сустрэши с письменниками, политиками и космонавтами, спортивные мероприемства и флэш-мобы, презентации досягнения Украину-дельниц, фестивалю и выставы. Кожный день был расписан и по хвилинах, час пролетел так худко, что, як признается, молодь, хотелось побыть у Сочи еще хотя бы некольки дн. Была программа «Здоровье и экология», которая рассказывала о разных мероприятиях по спасению и по лечению больных. Был затронутый день анестезиолога 16 октября, там тоже проводился семинар, форум, который обсуждали и поздравляли наших анестезиологов. На фестивале было довольно много мастер-классов по моей тематике, это робототехника и программирование. Были интересные встречи с людьми, которые достигли больших высот в этих сферах. Были представлены, например, такое интересное мероприятие, как робобои, то есть самые настоящие бои роботов, которые были очень энергичными, зажигательными, в прямом смысле летел металл. Довольно много роботов было представлено от московских университетов и, подчеркнуто, довольно много знаний. Фестиваль «Даречи» активно выкористовали и як перамовную пляцовку. Кировники делегаций и министры разных краин домовилися об конкретном супрацовнестве. Наприклад, в Беларуси зараз плануют створить один адукационный центр и пропрацовать совместную с Россией программу по подтримце талиновитой молоди. Алексей Немоуганна Корольчук, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».